В этом году, 15 февраля, отмечается 35-летие со дня вывода войск из Афганистана. Юбилейная дата для полевчан имеет особое значение. Для подрастающего поколения это уже история, а для ветеранов боевых действий – память о военных событиях и товарищах, которые с той войны не вернулись домой. Ребята собрались, чтобы вспомнить не только, как мы служили, как мы воевали, как выходили, но и помянуть наших погибших, ребят, своих друзей, которые остались там. Поэтому это для нас, я бы не сказал, что это праздник, это такой торжественный, траурный день, мы с трепетом к этому дню относимся, что это, с одной стороны, радостный день, а с другой стороны, это, конечно, траурный день, потому что в голове все время это наши ребята погибшие, вот они здесь, на стенде у нас. Поэтому как-то вот так вот. И радость, и грусть, все в одном дне. А сегодня я еще рад тем, что встретил много ребят, которых несколько лет уже не видел, хотя живем в одном городе. Это очень для меня очень приятно. Такое ощущение, что как будто и мы там побыли, вот у меня вот лично. Я это все воспринимаю с трепетом. И я рада каждому товарищу, кто в Афганистане служил. И рада, что вот они здоровые пришли сегодня, повидаемся, хоть это такой день у нас. Праздник со слезами на глазах, трепетный, конечно, день. В фойе Дворца культуры Северского трубного завода организована выставка, которая рассказывает историю военного конфликта. Небольшую экспозицию организовал здесь руководитель музея пограничников Андрей Алексеевичек. Когда происходил выход армии с территории Афганистана, прикрытие обеспечивали пограничники. И последним вышел не генерал Громов, как это по всем хроникам. Последний после него еще через двое суток тихонечко ушли пограничники. А они там были. И последний пограничник погиб, по-моему, 17 февраля. Хотя числится, что 15-го наши войска ушли. Ну а здесь мы представили макеты оружия, которые как раз использовались в годы этой войны. На сегодняшний день в Полевском проживает порядка 200 ветеранов боевых действий в Афганистане. К сожалению, 8 человек погибло в том конфликте. Их память почтили минутой молчания. В зале присутствуют мамы погибших воинов. Для них сегодня особые слова. Им вручили цветы. В знак уважения в зале звучат аплодисменты. Под песню офицеры все присутствующие встали со своих мест. Поздравили ветеранов боевой службы с днем вывода войск из Афганистана, представители власти, депутатского корпуса, общественной палаты, военный комиссар города. Воинам-интернационалистам вручили памятные награды в честь 35-летнего юбилея. В этот год у нас особенный. Мы отмечаем 35 лет со дня вывода войск из Афганистана. И, безусловно, в эти дни мы чествуем наших ветеранов боевых действий. Вместе с комитетом солдатских матерей проводим памятные мероприятия. Безусловно, занимаемся разговорами с нашим подрастающим поколением. Продолжим это делать и завтра. Все для нас это очень важно. Особенно в те дни, когда мы переживаем с вами сегодня. Наверное, очень особенные дни, волнительные. В дни проведения специальной военной операции особенно остро чувствуем то, как было значимо тогда обеспечивать и защищать наши южные границы. Афганцы являются наследниками боевой славы наших предков, ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовиков. Наследниками и примером для нынешнего поколения молодых, более молодых ветеранов боевых действий, в том числе Северного Кавказа, Южного Кавказа, Сирия. Сейчас вообще специальные военные операции. На следующий день, непосредственно 15 февраля, у памятника прошел традиционный митинг. Из-за морозной погоды официальная часть состоялась в городском центре «Досуга Азов», а затем участники, среди которых воспитанники военно-патриотических клубов и классов, возложили к мемориалу цветы. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11-го канала.